Здравствуйте, друзья! С вами канал Деньги в Интернете. Прошлое видео было по теме заработка на Авито и других досках объявлений с вложениями. Сегодня мы рассмотрим два способа заработка для старта без вложений. Давайте начинать. Твой способ заработка без собственного товара. Находите покупателей и вам платят определенный процент от сделки. Возможно, это вам напомнит продавцов, которые ходят по квартирам и предлагают пылесосы, массажеры, посуду и прочее. Все, что требуется, писать объявление, сидя в уютном кресле. Найти людей, которые готовы платить процент от продажи, я предлагаю двумя методами. Первый. Зарегистрируйтесь в CPA сетях. Выбирайте любой магазин из списка, получайте ссылку на товар и отправляйте ее в смс или личным сообщением на Авито. Всем заинтересовавшимся объявлением. И второй метод. Спрашивайте у знакомых. Допустим, ваш сосед делает ремонт за деньги, вы приводите клиентов и получаете часть денег с его гонорара. Отслеживать такого рода заказы несложно. Заинтересовавшийся звонит вам, вы регистрируете, так сказать, заявку, передаете ее своему товарищу, он выполняет и делите доход. Один парень заработал таким образом 100 тысяч рублей на партнерской программе KFC. Ему платили за каждую анкету соискателя 200 рублей по Москве и плюс 150 рублей по регионам. К делу он подошел креативно. Заказал программу у фрилансера, который ищет резюме студентов без опыта работы. А потом просто отправлял им письма с ссылкой на вакансию. Все это можно делать без автоматизации руками, но потребуется чуток больше времени. Второй способ заработка на Авито – это работа по предзаказу, то есть дропшиппинг. На самом деле это легкий способ зарабатывать. У вас заказывают вещи, делают предоплату, с нее вы тратите часть на сам товар, а наценка идет в прибыль. Алгоритм такой – ищите подходящие товары у оптовиков, китайцев и тому подобных, изучаете спрос, создаете объявление, добавляете качественное фото, пишете заманчивый заголовок и описание, ждете заявок. Как только поступил заказ, покупаете товар у поставщика в магазине или на складе, затем получаете вещь, передаете при личной встрече или отправляете почтой. Только работайте с проверенными продавцами и магазинами. Если покупателю придет никуда не годный товар, виноваты будете вы. Один знакомый продает таким образом коллекционные фигурки. Сначала он собирает заявки, затем просит предоплату, заказывает все на ebay из Америки и после получения рассылает почтой. Из популярных источников продаж могу посоветовать AliExpress, Taobao, JD, Amazon и Alibaba. Если не хотите иметь дело с зарубежными магазинами, просто загуглите магазины оптовых продаж. Ищите по конкретной нише в поиске, связывайтесь, договаривайтесь, тестируйте и все у вас будет хорошо. Заработаете деньги, начнете масштабировать процесс и так построите свой бизнес. Если вам понравилась эта тема, поставьте лайк и напишите комментарий. А с вами был канал Деньги в Интернете, до новых встреч!